Всем привет! Сегодня у нас обзор на телефон от компании ZTE, моделька Blade A31. В своем ценовом диапазоне он имеет одну особенность, которая выделяет его из основной массы, а точнее функцию NFC. И сегодня я подробно расскажу вам о его характеристиках, протестим его и посмотрим на что он способен. А перед тем как мы начнем, я хотела бы попросить вас поставить этому видео лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Начнем с характеристики телефона. Диагональ у него 5,45 дюйма, матрица IPS, расширение экрана 1440 на 720 пикселей, работает на новейшей операционке 11 Android, поддерживает две сим-карты, есть функция NFC, 2 гига оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. Также есть возможность расширить ее с помощью SD-карты до 128 гигабайт. Камеры в нем посредственные, 8 мегапикселей тыльные и 2 мегапикселя фронтальные. Есть стандартный джек для наушников. Он поддерживает LTE. Процессор у него 8-ядерный, Unisoc SC9863A. Не самый, конечно, мощный процессор, но вполне хватит для соцсетей и фильмов. Батарея у него съемная, 3000 мАч. Сейчас это большая редкость для смартфонов. А теперь давайте попробуем загрузить на него несколько игр и посмотрим, как телефон будет с ними справляться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что я могу сказать в итоге. В целом смартфон неплохой. Работает он вполне себе шустро. Пользоваться им удобно. Экран яркий, звук громкий и чистый. В играх он ведет себя достойно. Хотя, конечно же, чувствуется недостаток оперативки и мощности процессора. Из главных минусов у него можно выделить его камеры. Что тыльная, что фронтальная, они не очень хорошего качества. Снимки я сейчас прикреплю на экране. Еще во время активного использования задняя крышка в районе камеры достаточно сильно нагревается. А в остальном все достаточно неплохо. В общем, если нужен телефон для рабочих целей и основное его использование это соцсети, YouTube и особо нетребовательные игры, то этот смартфон отлично справится с этим. Но если же вы собираетесь приобрести телефон для более требовательных игр, то стоит обратить свое внимание на более дорогие модели смартфонов. А на этом мой обзор подошел к концу. И если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А я прощаюсь с вами до следующих видео.